Завершается 2016 год и в Хандыге подводят итоги благоустройства, год которого был объявлен главой Якутии. О том, что сделано, расскажут наши корреспонденты. Главы республики Саха-Якутия Егора Борисова, а также в связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею со дня основания райцентра Тампонского Улуса, прошли обширные мероприятия. При подведении итогов мы комиссионно выезжали по дворам, которые подавали заявки. По подведению итогов у нас первое место заняла Кислякова Екатерина по адресу Лесная, 12, с призовым денежным фондом в размере 50 тысяч рублей. В райцентре Тампонского Улуса в рамках юбилейных мероприятий и года благоустройства был объявлен конкурс на лучшую территорию среди населения, общеобразовательных предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, где было предусмотрено денежное поощрение участников на сумму более 150 тысяч рублей. Кроме того, проведены большие работы по асфальтированию улиц, гридированию, установлены дорожные знаки, освещение и озеленение улиц, покраска фасадов зданий, уложены деревянные бетонные тротуары, установлены урны, вазоны для цветов. В связи с объявлением года благоустройства главой республики мы подали заявку, то есть 100 муниципальных образований получили по 4,5 миллиона. Плюс наше софинансирование, туда мы тоже около 4 миллионов туда вложили, софинансирование. И это все дело также пошло на освещение улиц, на устройство тротуаров, устройство скверов. В этом году мы открыли сквер Карпову, основателю поселка Хандага. Несмотря на то, что сделано немало, в следующем году работы по благоустройству будут продолжаться. Нина Ханарова, Павел Сивцев, НВК Саха, Хандага. Субтитры создавал DimaTorzok